Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 7 ноября 2019 года. Друзья, и вот сейчас я опять нахожусь через полгода по адресу улица Инструментальная 15, как раз у аварийного дома, там где полгода тому назад я снимал свой первый видеоролик. И сейчас вот ожидаемые приезда губернатора Ростовской области Василия Голубева. Здравствуйте, я Елена Уварова. Друзья, наконец-таки сегодня может что-то разрешиться. С минуты на минуту ждем приезда администрации города. Здесь уже ждем Голубева Василия Юрьевича. Мы стоим возле аварийного дома, в котором идет обрушение целого подъезда. Так, и процедура отобила все? Я отобращаю полтора года. А вообще с 11 года во всей инстанции обращаемся и говорим о том, что, обретите внимание, стеклянные блоки выдавливаются на головы и в подъезде люди. Воняет газом, трещит стенки и потолочные перекрытия. Разрывало кирпич, несущих стенок и плит и перекрытия во внутрь дома квартиры сложились просто, как воронка. Вот такие у нас, друзья, проблемы. Не дай бог кому еще. И вот все административные органилистии никакой нет. В 2006 года собственники многоквартирных домов обязаны за собственные деньги ремонтировать и восстанавливать несущие стены и плиты перекрытия. Нанимать строительные организации, которые будут это все выполнять. Но за собственные счеты. Прекрасно. И вот, друзья, для того, чтобы информативно посмотреть, в каком состоянии же находится дом, все внутренние его помещения, вы сможете посмотреть на моем канале в ютубе Анатолий Климович. Значит, ссылка будет ниже. Какие-то там проходимость плоха. Надо было расширять. И это за это удар. А был слив с первой больницы, еще как-то оттуда слив. Вот это все встречалось с подводой, и напор не выдержал. Это, как я понял. А еще в область, крыш и лилась вода. Дом 76-го года. Построен он был в районе маленьких. А построили три свечки рядом с вами. Канализацию подсоединили. Трубы 300 диаметра подсоединили, 180. Канализация стала подниматься. Все по-настоящему. А свечки когда у нас стоят? Какого года? Ну, у меня 5-5. Вот эти три свечки. Это проблемы еще до свечи. Я Ирина Алмаровна, у меня квартира 2, я обращалась на телефон. Потому что пройдет все инстанции, и вынимали, потому что они свое время на ремонт не делали, или как, не затягивали, не было ремонта. Нет, здесь поломалось. Почему только этот подъезд? Там, получается, сжимается дом, на уровне, как всегда, 5-этажка, значит, у меня вторая квартира, второй этаж, угловая. Ее сжимают, и дом разворачивают. Подвод и поперек всего дома. Идет трещина. Подвал, опять... Еще одна проблема. Отсюда дом выглядит хорошо. То, что внутри, это, конечно... Еще одна проблема за домом, когда дожди. Обида, что? Да, там все, все заливает водой. И вот эта вода идет в подвал. Горят. И через окна, например, поломали стены там несущие футболы. Это что, они поломали ли? Арендаторы какие-то. Потому что здесь стояла бричка, и туда кирпичи грузили, грузили. И вот после этого в нас и пошло все. Теперь, вот эти плиты положенные на дырки, я им сказала, надо прежде чем вложить плиты, замазать дырки. А мне сказали, а мы их закроем, и их не будет видать. И вот они закрыли, и оно так. Вот давайте откроем плиты, и вы посмотрите, какие там... Не только, не только здесь дыры, с той стороны тоже дыры. С той стороны и дыры. Ну, там, чтобы они вот это... Вот закрылись, и окна не закрываются в спальне. Потому что там дырка прям под, жайте, под окнами. Спасибо. Вот, что-то поликлиотенцово. Да, она делает, позовите ее, пожалуйста. Да? 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 Я вас ждала, просилась к вам, вы передали к нам. Я отвечала. Я вас ждала. Вы посмотрите на наши люди. Давайте пойдем посмотрим, а потом здесь уже мы продумываем. Вот сейчас вот по сцене паркурки пошли новые вещи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Василий Юрьевич зовут. Лидия Юрьевич. Лида, показывай, что у тебя. Вот у нас вот ребята вот сюда вот. Ну сейчас, сейчас, давайте посмотрим. В этой квартире меньше, потому что у нас основная трещина как причина на той стороне, поэтому больше всего пострадала квартира НР-2. Мы посмотрим вверх-вниз, когда пройдем. Она здесь? Да, она стоит в квартире на втором этаже. Понятно. Так, что еще давайте посмотрим потом. Посмотрите, вон как, видите, как, полопова все. На кухне тоже, вон. Ну эти стены, несущие стены. Вот эти стены. Василий Юрьевич, самая страшная несущая стена. Вот эти вот от пятого до низу и до подвала. И чем, знаете, как ниже, тем больше и больше. А когда первый раз обнаружили? Вы знаете, было залитие у нас. Мы же не были в коже. Вот я на площади определенная председатель. А там поликлиника занималась. Да, да, я в коже. И мы не были туда в коже. И только узнали, обильный залив был апрель месяц. Восемнадцатого года. Да, восемнадцатого года. А этот залив, причина. Канализация. Ну да, там колодцы, и гидроудар, и причина. И причина, скорее всего, там канализационные колодцы стоят где. То есть там получается, как сам грунт, большая площадь газона. И она, вода скапливается и подмокается. С учетом того, что здесь второй класс просадочных грунтов. Идет. Он насыпной. Потому что у нас... Все, это уже... Да, то, что я вам рассказывал. Ну вот люди когда заметили первое место? В восемнадцатом году. В восемнадцатом году. В прошлом году. Это уже обильно. Это уже обильно. В прошлом мы поставили, да. А вообще, капитальный орион прошла поликлиника. Уже были нарушения. То есть вы увидели тогда. Да, были нарушения. А уже когда залило нас основательно, сильно, на семьсот подвалы были, на четыреста пришлось нам электроэнергию всего дома вырубить, чтоб никто не пострадал. Тогда откачивали его дом? Да. Откачивали его дом? Ну, подвал, конструктив подвала ОНЦ. ОНЦ, да. Это модель. Сейчас вы понимаете, в связи с этим вот, начинает идти на... Всего доброго, будьте здоровы. Это, на протяжении. Начинает идти на эту половину. Вот все полопались от стены, и там половина еще битровок. Заходите сюда. Алла, показывай. Вот сделали мы потолок, сделали ремонт, а оно все такое же, как во второй квартире. Вот смотрите, и вот все делается. И тут под ним мы не будем... Это несущая стена. Несущая стена. Вот сделали ремонт, а тут потолки вообще... Мы думаем, это вы закрыли просто. Закрыли, да, просто мы закрыли. Это же не имеет, что кроме как... Что мы закрыли, да, поэтому... И сделали. Как говорите, я пятую квартиру работаю. И в Валентине. Я пятую квартиру работаю. А потому что когда было... Когда было подключено, выкручивалось, выкручивалось электро-кроводку еще в прошлом году. Так, выкручивалось. Провели просто напрямую от счетчика электро-кровода, а потом и счетчик угорелся. И его там выключили, а у меня здесь ни газа, ни света... Мне интересно, кто вам советовал выбегать из квартиры, когда вы треску слышите? То есть... Я, который делал по дому из квартиры. То есть он так поработал, чтобы убеждить треску? Ну, не, ну, подошла, говорю, чисто по-человечески. Говорю, вот хорошо, вот у нас, как она будет прогнозировать, ну, сколько, ну, я не знаю. Молодь, может, треск какой-то, шум будет, говорит. И убегаете, да? Ну, лучше подальше. Понятно. Вот, как воронка, оно получается самострастно, чтобы все этажи не упали на здесь. Да, это не поседание, это когда там кратери, его за счет этого потенциала. Да, а если посмотрите, то, что говорю, вот они два колодца и вода собирается. Собирается, у нас даже просадка асфальта пошла, идет, как замыкание грунтов. Потому что то, что в подвале... Вы считаете, что здесь появилась поликлиника, это стало? Не, ну, поликлиника, я в этом доме 76-го года. Нет, вы понимаете, что когда муниципальное, как говорится, учреждение, все-таки надо их контролировать, понимаете? Их никто не контролировал. Люди, ну что, они пришли на работу и ушли. Ну да, людям-то их разместили. Да. Понятно. Так. Ну вот здесь мы год не живем, да? Вот оно на ком, прям оттуда хоть бежать можно. Вот грим идет туда. Вот мы не живем, вот просто вопрос. Вот я не живу, а обязана платить мужиков, а все. Мы сейчас ее выберемся и проживем. Полностью. У меня дети на квартирах живут, снимают. У меня есть квартира, я не могу пользоваться. Мне ее ни продать, ни сдать, ни моим детям жить, ничего. Как мне делать? И что мне делать с этим? Я, где ты приехал? Надеюсь. Пойдемте сейчас, мы еще что-то по голове немножко. Я хочу вот здесь тоже посмотреть. Да, ведь. Шестарная квартира, шестарная, парковая зона, в Оливке рядом, что-то все. Вот, ну, очень красиво. Вот трещина. А вы с вами где еще живете? По фронте, на жалке, там жилье еще похоже, чем на дне. Вон трещина, которая идет вниз в поликлиническом подвале. На несущей стене. Вот как пошло, вниз. Ну да, это спустя подъезды. Глубина этой трещины один с половиной сантиметра. В руках входит. В мае прошлого года натянулись просто оболи. А в августе уже было почти полтора сантиметра разрыв. В августе прошло? Да. Моментально. Вот это и по баллу, что теплоные блоки вдавливаются и на улице, на лице. И по подъезду, спускаясь, они бегут ногу, 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 а с маминой. А как легида местная власть, то есть какие-то отношения сложились? Мне известно, что там в сентябре как-то рассматривают, что-то для этого года, да? В сентябре как-то, но ума, весной этого года тоже рассматривают. Я думаю, что я поступаю справка людей. Конечно, у нас слова инженера, о котором сказали, особое производство впечатлений. Так, ну что, пойдемте, сейчас выйдем на свежий воздух и сам немножко поговорим. Беспредел сотрудников полиции города Таганрога. Следственный, это политическое дело. Я баллотировался в кандидат депутата. Пожалуйста, вы мне один раз очень помогли, очень прошу вас. Хорошо, спасибо. Так, давайте сейчас короткое совещание, но тем не менее конкретное. Значит, мнение давайте министра. У нас 16-го числа комиссия рассмотрела, 16-го октября. Решение, которое комиссия... Решение о дом усиливании. Дом усиливании. Аварийный капитальный ремонт. Усиление грунтов. Грунтов, фундаментов и несущих картон. Так, ну у нас есть практика в Таганроге. Мы делали там порядка 70 и с лишним миллионов. Мы уделяли. Да, 75 на предварительный расчет. Значит, инструментальные обследования, когда произойдет? Оно уже было, показалось, что расходятся наружные швы, там до 10 миллиметров. Внутри в первом-втором подъезде аналогичная тема. Сегодня уже расчет стоимости проектирования произойдет, получилась в миллионах рублей. Сейчас, Дубль Васильевич, на второе чтение попадать для включения в бюджет областной. Проект? Проект, с этим баталием, с технику. С этим баталием, с этим баталием, с экспертизой, с этим и так далее. Полгода вместе, это все равно нужно делать геологию, геологию нужно делать. А сейчас изготовлено уже задание на проектирование и заходим в экспертизу, получим на следующей неделе. Давай я введу режим чрезвычайной ситуации по этому дому. Давай введу режим ЧС и делайте в режиме ЧС, значит, ускоряйтесь. Чего вы думаете? Чего вы меня на 9 месяцев отгоняет туда? Чего мне ждать-то? Людям чрезвычайной ситуации. Васильевич, ну, поищем. Да не поищите, а найдете. 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 Не нужно уходить в третий квартал. Задача точно укладываться в первую половину года, закладывать деньги и начинать сразу же. Не уходить ни в какие. Вы сейчас третий квартал называете, потом скажете бюджет следующего года, что это такое. Васильевич, ну в августе по предварительным расчетам мы постараемся в июле экспертизу получить. Значит, до конца недели положите именно стол пошаговый план по этому дому. План есть? Будет положено. До конца текущей недели я хочу жить, чтобы я мог. Мы с вами в бюджет скоро будут приниматься, мы должны учесть эту проблему. Так, финансирование будет за счет бюджета или за счет фонда? Из областного бюджета через фонд. Через фонд. Через фонд. Мы перераспределим с подъездом 34 миллиона 600, такое предложение. Ну, давайте так. Вариант выделения денег из резервного фонда в правительство области не исключается. Понятно. Принципиальным является готовность документов. Без проекта вы сюда не приступите. Васильевич, через бюджет будет проще и правильнее? Почему? Потому что уже в этом году, это будет в декабре, в первой половине, чтобы уже фонд начинал торговать. Хорошо, я не понимаю. Любое решение, которое ускоряет, не устраивает. Можно мне вопрос? Вот мне по экспертизе дом считается, что квартира непригодна для проживания и несоответственно считается аварийным и опасным для проживания. Что с моей квартирой? Вот, хорошо, мы дом укрепим. С квартирой, что ли? Она потеряла все. У меня дети, которые живут на квартиру. Если сейчас это документ подтверждается, это будет рассматриваться в особом порядке. Хорошо, потому что это была квартира. Ремонт больше, чем квартира. А квартира, она уже не соответствует. Даже если ее отремонтируйте, она уже не будет прежней. Она не будет. Я сейчас не буду тебя ждать. Я понимаю прекрасно ваши ощущения, волнения. Но в любом случае, вы же понимаете, я дом не могу бросать, я должен ездить. Конечно. Есть там где-то тренировать. Мы же добиваемся того, чтобы его укрепили, потому что дети маленькие. Это даже не обсуждается, это решение принято. Это решение принято. Так, какие есть проблемы в этой среде? Если никаких, на следующей неделе мы уже получаем достоверность. Сметное задание на проекте, мы приступаем. И компания, которая проводит, уже готова приступать к изысканию. Да, в администерстве. Мы совместно с администерством это работали. Понятно. Тогда я просто решение приняю. Вы мне до конца недели готовите предложение. Я до конца недели принимаю решение. Учебное формирование, но это решение мы писаем в нашу программу. Вы мне сокращаете сроки проведения проектных работ таким образом, чтобы, в первый год, закончить. Какой третий год? Сколько по времени займет работа? Займет работа в момент начала. Проектирование? Нет, исполнение. В течение года. После этого будут выполнять самостоятельно монтажную работу? Много будет зависеть именно от геологии и геодезии. Какой по характеру работы весь дом нужно приобретать часть, какие-то мероприятия нужны, не нужны. То есть, скажем, допустим, котлостроение, мы делаем полтора года. В этом плане вы продолжаете весь перечень мероприятий. Вопрос будет контролировать губернатора. Значит, по срокам проведения мероприятий, конкретные доклады. Каждый вид уроков доклада. После разработки проекта мы, возможно, сожмемся, когда уже будем поднимать все решения технических. Я понимаю, что проект определит и сумму, и деньги, и сколько, в принципе. Но все понятно, что решение даже вот так хотите. В поликлинике кирпич раскрошился. Стена, на которой держатся пять этажей. Там... Почему? Потому что там вода стояла. Несущие стены потрескались. Приды перекрытия, они же все полки. Вот на нем стоят пять этажей. Как? Ну, это будет. Это здесь будет полный поведение. Еще в хозяйстве, говорят, поломали все несущие внизу стены. Это еще стены примерно лучше. Сдали кому-то арендатору какому-то. И вот там, говорят, он что-то хотел делать. А потом не захотел, вода пошла. И вот все бросили. А несущие стены все поломаны. Именно эти стены у подвала. Я готов один доложить. Несущие конструкции, ненарушенные, и залитие подвала никаким образом не оказывало. То, что я говорю, основное, это замыкание грунтов со стороны канализационных колодцев, там, где был и гидроудар. Именно поэтому, именно поэтому со стороны квартиры Елены Петровны идет. Вот я вам из окна показываю. Вот ваша принципиальная задача, первым делом, проверить жизнеспособность дома. Наличие или работают конструкции. Все ли это? Да, вот самое главное. Это принципиально. Вопрос безопасности проживающих здесь людей. Вот это номер один. И я не хотел бы здесь ждать длительного периода. Значит, вы просто в чрезвычайном порядке приглашаете тех, кто это может делать, и в чрезвычайном порядке делаете. Ясно? Ясно. Ясно, что вы услышали. Мне главное, что ничего не выражало. Не забывайте о нас. Да я не забываю, конечно. И у меня права такого нет. Помогайте. О тех, кто живет в Арханской области. Помогайте. Вы видите у нас, какие люди. Они все заслуженно водят. Я понимаю, так что вы здесь живете всю жизнь. С 76-го года. Я тоже с 76-го. Мы сюда разместили. Ну, мы разместили, да. А то, что позволили сдать в аренду. А там люди делали и неизвестно что. Как это? Кто за это должен отвечать? Нет, поликлиника-то здесь не при чем. Причем тот, кто принимал решение. Муниципальные площади надо контролировать. Ну, надо нельзя об этом. Это же не квартиру мы с вами полагаем. А это поликлиника чья муниципальная? Спасибо. Это в 2011-2012 годах. После этого никакие движения, ни грунтов, ничего. То есть, основное это замыкание и гидрокарм. Ну, подвеска в том году. Что-то было, 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 было. Это все скрыто. Ну, с прошлого года, ну, ничего разрываться. Наражаем. Просто вот сидишь, треск. Вот перед, по-моему, четвертым этажа 10 сантиметров наклон потолка. Медля, она уже врезала стенки просто. Василий Юрьевич, и нам что-то делать вот с этими стеклоблоками. Это не рамы, это стеклоблок. И чтобы здесь переделать, опять же, проекты, просчитать. Да, у нас ремонт пришел, да, стеклоблоками. Когда делаешь, когда делаешь, ремонт в 2011-м дому? Ни разу, ни разу. Это какой бы скрыт? Это какой? Коммуникации только. Молотаем, хорошо. Молотаем, мы закрываем крышу, у нас там замок закрыт. Для того, чтобы пришли не поднимались, мы не допускаем, наследим за полот. Ремонта никакого там. В общем, хорошо. Просто ладно, молотаем, вот он. Василий спит. У меня мама как раз на пятом этаже, как раз по среднему дому, где крыша остынет. У нее пассира вся в плесне, мокрая, замыкает электроработку постоянно. Отремонтировали временно, да. Ты смотрю, опять. Кусками, все время кусками. Вот она сейчас в больнице после реанимации, вот я стою и думала, мам, вот она пенсионер, она плачет, честно говоря, эту квартиру. В рамках проекта усиления и кровли восстановим, и все остальные работы сделают. В 18-м году мы хотели, скажем, в 18-м году, я обратилась в компанию. Деньги собственников? Да. Я обратилась в компанию. Где-то миллион. Мы расстанавливались, понимаете, деньги спросила. А теперь нам нельзя валить на первый подъезд, понимаете? Понятно. Там подъезд у нас как вода. В 20 лет вода стоит. И сейчас там мокро. Это предбанник. Мне показали, откуда она идет, с учетом уклона. Вот она в сторону. Вот же, на все во всем доме. Каждый год, когда начинается дождь, люди, честно говоря, боятся. Потому что опять люди такуются подвалы. Опять это больно. Ну, там, в том числе. У нас федеральную дорогу подняли. В общем, вы слышите, да? Нельзя делать выборочно. Надо делать так, чтобы... Подняли федеральную дорогу. ...безопасность и возможность эксплуатации для обеспечения. Ничего другого нет. И трудно делать. Понятно. Да, меня стяжка была дома. Подняли федеральную дорогу, подняли, и утопили бордюры. И поэтому... Не, не, не федеральная. Ну, так нам говорят. Здесь только муниципальная дорога. Внутри города федеральных дорог не было. Ну, так нам сказали. Здесь муниципальная. Между населенную Будву, региональная, а Ростов... Теперь вода идет на трамвайную линию, на трамвайную, и поднашку. И у нас, и под вами прямо идут к нам вода. Да, полность. Конечно, бы канализацию затапнули, потому что не воняло. Я сейчас снимаю работу в течение текущей недели, начало следующей. Затем с вами связь на работу? Да. С вами связь на работу? Значит, с теми, с комиссией встречался, чтобы люди потом знали о решениях, которые прошли. Спасибо. Будем ждать. Я спасу покрышенья, не забудьте. Решила высказывания, которые вам сказали, инженеры, или кто, я его не знаю, что убегает, ждите, когда ты затрещит, убегаете. Я приношу за это извинения. Это, на самом деле, слов по этому поводу нет. Нам сказали, что до 90-го года нас не поставят на очередь о выделении денег. И просто я говорю, хорошо, пока нас поставят на очередь в область на выделении денег. А что делать до этого момента? Он стоит и говорит, ну что будет. Ждите треска. Нет, если начнет трещать, вы скативаете подальше. Вы скативаете. Это говорили, причем люди слышали не только я, это все, которые... Человек, который делал подвалы. Кто еще хочет сказать, что почему? Ну что, я вам желаю всего самого доброго. Спасибо большое. Хорошо. С хорошей у вас погодой. С 7 ноября. Погода вас ждала. Настроение в вашем празднике. Как раз праздник сегодня. С праздником. С 7 ноября. Вода проходит, все коммуникации проходят. А наши в базе, да, дырки. И вот эта вот газовая труба и все. Если упадет сюда, скажут, бабушка виновата. Я могу точно пообещать, что... Бабушка подорвала. Первый документ. Я точно сюда буду виноват. Хорошо. Спасибо. Может быть, не обещаю, что каждый день. Потому что... Если только друг за месяц не убил, бежал бы. Я к вам дважды попросила. Я и с вами приехал. Да. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Причины могут быть разные. По мнению людей, эта проблема возникла из-за размещения когда-то здесь поликлиники. Очевидно, что существует угроза подтекания и затопления подвала дома. Идеология здесь такая. Ну и, несомненно, сейчас требуется решение, которое бы обеспечили безопасность и надежность этого дома. Это требуется безопасность людей. Поэтому инструментальная проверка состоялась. Сейчас мы, во-первых, гарантированно изыщем финансовые средства для того, чтобы выполнить соответствующие работы, обеспечивающие укрепление дома, безопасность. Есть ремонт той части домов, в которой это необходимо. Например, крыша, люди сегодня пожаловались. Есть вопросы, связанные с эксплуатацией. Затем проект, который должен быть обязательно, только после этого можно проводить работу. Я рассчитываю, что в первую половину следующего года проекта будет в наличии. Но мы установим определенный контроль за состоянием дома дополнительно к тому, что сегодня сделано. И это будет обязательно реализовано. И как только проект состоится, мы выделим финансовые средства, обеспечим контроль за исполнение проблем. Мы, надеюсь, решим все задачи вопросов, о которых сегодня люди говорят. У каждого, конечно, есть проблемы по конкретным квартирам, но это сегодня мы видели. Но есть системные проблемы, которые нельзя без геологии делать, например, укрепление фундамента. Естественно, дом эксплуатировать качественно нельзя, если у него крыша течет. Эти вещи надо выделить, вещи-то, системные проблемы и приступить просто к исполнению. Только об этом, собственно, и говорят. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем с учетом готовых документов выйти на производство работы. Некоторые из них, на которые смотрят, будут включить до соответствующего области, МинжКХ, наверное, Минстроя, если в этом есть необходимость. Минсполитет будет над этим работать. Они должны будут вместе исполнить комплексный подход и исполнение с этой же проекта. А после укрепления квартиры будут приводить в порядок или какая-то там будет компенсация? Я, Министерство Министерства Министерства Коммунального Хозяйства до конца текущей недели, конкретный пошаговый план тех проблем, которые люди сегодня обозначили, не ставят. Наверное, с учетом обращения людей, я увидел, что некоторые квартиры, на самом деле, по крайней мере, одно, если я не видел точно, они непригодны для проживания. Либо нужно сделать, очевидно, соответствующий ремонт, либо признавать квартиру непригодной. Да, и наша задача как раз найти решение, которое позволило развиваться максимально другого действия. Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а меры к нерадивым работникам с целью предупреждения? Мы уже закончили частные вопросы. Нерадивых работников надо выгонять. Точно. Спасибо. Будьте здоровы. Вот это хотел я вас слышать. Субтитры сделал DimaTorzok